Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 18 августа Такой же грохот на горах, а может быть еще более сильный Из газеты Телеграм вы узнали, или вернее будете знать, читая эти строки Будете знать, какие именно части, как и когда ходили в атаку и отбивали ее Сколько с обеих сторон бы было из строя и прочее Я же вам сообщаю только то состояние, то настроение, в каком мы были в эти дни Почему же мы опять отступили? Отступление началось с Тамбовского полка 10-го корпуса И когда обнажился таким образом левый фланг соседнего 3-го корпуса генерала Иванова То пришлось и ему отступить, пришлось и все южные позиции оставить И собраться вокруг Ляояна Годятся ли ляоянские позиции? Как не специалисты меня интересует только вопрос, удержимся ли мы в Ляояне? И общее впечатление от всех этих разговоров, что нет, не удержимся Но все позиции за нами Вчера, говорят, выпущено 40 тысяч снарядов Раненых больше 5 тысяч Их везут, ведут, они сами идут толпами, залитые кровью, часто без первой еще перевязки А вот идет раненый с каким-то расплющенным лицом С которого застывающими длинными каплями кровь падает ему на рубаху, на землю Два глаза светятся и ищут по вокзалу перевязочный пункт А вот еле бредет, опираясь на ружье, растерянный, бледный, желто-бледный молодой солдат Тоже ранен? Нет Болен И невольное пренебрежение и сомнение Не симулянт ли, убежавший с позиций А если действительно болен, то положение его, пожалуй, хуже, чем раненого Наткнуться на раненого подберут, а больного нет Разве потерял сознание от истощения и случайно набредут на него, если скоро не отступят Всюду спешная укладка, грузятся вагоны, каждый ждет первой очереди Злополучная администрация железной дороги, у которой теперь столько всякого начальства, что у иного человека и волос только на голове нет, разрывается на все части В управлениях текущие дела приостановлены Многие уже уложились И, получив неожиданный отпуск, служащие всех сортов теперь ходят с видом людей, нежданно выпущенных из своих казематов Только на глаза стараются не попадать своему начальству Все-таки как будто неловко так, без дела, точно без костюма вышел человек и гуляет Большинство их около южного семафора станции, откуда, как на ладони, виден артиллерийский бой у большой горы Верстах в девяти Называют эту гору и большим кулаком, и девяносто девятым номером За этой горой есть деревушка Маяцзы, еще в наших руках Там, около батареи, засела наша цепь пограничников Девятнадцатая рота, восьмая сотня, две учебных команды Вчера они выдержали пять атак Из четырехсот пятидесяти человек у них осталось сто восемьдесят Атаки все отбиты В последний раз японцы уже полезли, было на укрепление И, так как стрелять уже нельзя было, наши бросали в них камнями Один солдат перегнулся и патронташем ударил японца, крикнув Получи же на рождение твоего Микадо Перед этим разнесся слух, что сегодня рождение Микадо И в день рождения японцы хотят поднести ему Лео Ян Теперь мы с Сергеем Ивановичем идем к НЕ Температура у него нормальная Лежит он спокойно Вошел в сношение с больными и живет уже по обыкновению всеми фибрами своего организма Но мы боимся долго сидеть у него и уезжаем Не замечаете ли вы, говорит Сергей Иванович, что с запада, где их прежде не было, появились японцы И как будто довольно близко к нам Немножко проедем, может быть? Мы едем к южному семафору, а оттуда вдоль дороги на кулаку Выстрелы с запада то усиливаются, то опять ослабевают Целая гамма звуков Вот резкий, короткий треск разорвавшейся шрапнели Вот догоняющие друг друга густые раскаты стреляющих орудий Вот жалобный, вибрирующий звук летящей шрапнели Здесь, там, кругом Так воет в трубе в глухую осень поздним вечером И душу охватывает тоска, чувство одиночества, пустота А вот частая резкая трескотня с металлическими отзвуками Потому что наша цепь стреляет вдоль рельс Мы стреляем залпами, японцы — пакетами Мы отклонились от железной дороги, поехали какой-то дорогой По направлению к флагу Красного Креста Но, въехав в Гаолян, потеряли из виду флаг И поехали по какой-то отклонившейся опять Гаоляну дорожке Думая, что и она, как другие, выведет нас к стоянке Красного Креста Мы ехали, говорили, и когда спохватились, то почувствовали, что куда-то не туда заехали Оживленная большая дорога с людьми, бредущими ранеными, с носилками, с обозом, зарядными ящиками Которые на красивых, запряженных парами лошадях спешно двигались к позициям Все это исчезло Нас окружал только Гаолян, и мы решили еще продвинуться, чтобы выбраться на чистое место Смотрите, батареи! Действительно, батарея Стоят в Гаоляне двенадцать орудий Около них ящики В ямках сидели солдатики Маленький ровик И с нашей стороны, ниже ровика, лежат солдаты и три офицера-артиллериста Ну, говорит флегматично Сергей Иванович, хорошо все-таки, что наткнулись на нашу батарею Мы, смущенные, спрашиваем офицера А вы что ж тут делаете? Высокий добродушный офицер говорит Говорите громче! Я оглох от стрельбы! А разве здесь уже стреляют? Подходит подвязанный офицер Самый молодой лежит с мрачным лицом и не хочет вставать Оказывается, что все время стрельба шла, но теперь с час уже все смокло Удачны были ваши выстрелы? Офицер пожал плечами За Гауляном не видно А вы куда стреляете? Там за дорогой деревушка есть в версте от дороги Там японцы засели Тоже с батареей? Да Нащупали вас? Пока нет Все перелет А впереди вас что? Впереди цепь Далеко? Саженисту вдоль железной дороги Ну что ж, цепь посмотреть Теперь не стреляют Мы отдаем не курившим уже целый день офицерам свои папиросы и едем в цепь Вот и цепь, линия серых солдатиков по откосу насыпи Ну что ж, на переезде поднимемся? А вот казак едет Поедем за ним Но казак у самого переезда свернул А мы с Сергеем Ивановичем и наш третий спутник по инерции продолжали подниматься на переезд И как раз в это время японцы открыли ружейный огонь Нам закричали «Сластьте! Сластьте!» Мы стали поворачивать наших лошадей, но почему-то не слезли Я как очарованный слушал пение пролетавших пуль Нежное птение птички Какое иногда раздается где-нибудь в ароматной тишине сада Но еще нежнее, еще тоньше И долго я еще был под обаянием этой тишины, этих поющих птичек Когда мы уже вышли из цепи, Сергей Иванович говорит А ведь если б вас ранили, ох, как стыдно бы было Конечно Люди ради праздного любопытства приехали смотреть, как умирают Единственным утешением было то, что попали мы совершенно нечаянно Выбравшись на ту часть железнодорожной линии, где уже они стреляют Мы остановились немного около вагонов, выдвинутых для раненых Около публики, такой же праздной, как и мы, глазеющей на перестрелку Видны все пространства, обе стороны дороги А вот один за одним наши солдатики перебегают дорогу И скрываются в Гаоляне на той стороне, где японцы Молодцы! — одобряет публика 18 августа Продолжение Ружейная трескотня усиливается со стороны японцев Немного погодя из Гаоляна выскакивает один за одним солдатики И бегут обратно через насыпь к нам Возмущенный офицер из публики кричит «Стой! Ты куда?» «Обедать, ваше благородие! Только что сменились!» Офицер смущен, публика удовлетворенно смеется В общем, от солдат впечатление отличное Плохо только, если солдаты прямо с поезда из России попадают сразу в бой Но немного привыкшие, обстрелявшиеся держат себя прекрасно Нет и тени фанфаронства С осторожностью простолюдина, человека, привыкшего ко всякого рода борьбе Он быстро приспособляется к новым условиям Ползет на животе, не становится на ноги в цепи Выжидает удобного мгновения и, когда кажется оно благоприятным Ему действует быстро и решительно Взять хотя бы эти перебежки через полотно из гауляна и обратно Выжидает, быстро, пригнувшись кубарем, скатывается с насыпи И большими шагами, почти сидя на земле, исчезает в гауляне Так бегают и японцы по своим сопкам Это наши уже у них переняли Рассказывает один солдат Ротный у нас хороший Солдата за человека считает Ругательным словом никогда не обидит Ну и бережешь и себя, и его Лежим, обкопались как-нибудь и духу не подаем Ждем, чтобы в атаку пошел Тут как раз штабный в белом кителе подошел и стоит Вот значит, какой я молодец И что ж, сразу пошла пальба И ротного убили Из нас и половины не вернулось А вот во что обошелся нам молодец Что говорить? Молодец! С таким же, конечно, презрением отнеслись и ко мне Когда я не слез с лошади, думая, что обнаружу этим свою трусость Сергей Иванович как будто ловит мою мысль и говорит Было бы отлично, если бы нам пуля нос пробила За то, что нос суем куда не следует Японский отряд обходил все больше запада И лежащие пред нами солдаты в цепи уже оправились И держат ружья наготове Вагоны и публика отходят И на этот раз и мы с Сергеем Ивановичем Ретируемся с сознанием, что делаем лучшее из того, что в данный момент можем сделать Сумерки быстро надвигаются Поползли в небе черные тучи И закрыли и небо, и заходящее солнце И сразу обхватила землю преждевременная зловещая темнота На западном горизонте в нескольких верстах горела китайская деревня Собственно, она уже вся сгорела И догорали только две фанзы по краям села Горели, как два страшных красных глаза с черными зрачками Которые высматривали там, в темноте Несколько деревень китайских уже сгорело за сегодняшний день С колокольни мы видели, как начинали падать туда снаряды Как загорались деревни и как точно гонимая какой-то силой Бежали оттуда толпой несчастные китайцы Уже было совсем темно и лил дождь Когда, смешавшись с густой толпой новых раненых Мы двигаемся по грязным улицам русского Ляояна Тут тоже целая гамма ужасных душу раздирающих звуков Это раненые, переживающие все муки ада От ужасных толчков двухколесной арбы Шум от потоков дождя Раскаты грома и трески Грохот в небе и там, в темноте Откуда еще несется и рев, и треск стрельбы Нас обгоняет штабный Блестящий день, полная победа Японцы везде отступили Завтра переходим в наступление За два дня у японцев выбыло 35 тысяч человек Слышно «Ура!» там, где мы только что были Идут наши, очевидно, в атаку Повернем назад И мы за каулками скачем назад Пока выбирались, кружили, избивались с дороги Пока опять выехали за город, все стихло Сразу стихло, и орудийная, и ружейная стрельба Стихли голоса, и только шум дождя Да гром на небе нарушали Так мгновенно наступившую тишину И каждый раз, когда молния пронизывала мрак Разрывались новые удары грома И сильнее лил дождь Какие удары! Какой грохот и трескотня! Словно захотело небо показать Пигмеям земли, как можно греметь Новый гонец скачет от командующего Который до сих пор на позициях И спешит к обортире командующего А когда мы проезжаем мимо не я Попав по ошибке сзади Мы замечаем суету, фонари Испешно ведущих своих мулов солдат Это что ж, а босс командующего поднимается? Промокший насквозь мы смотрим друг на друга Чуя что-то недоброе А победа? На вокзале громадное оживление Победа! Победа! Только сёстрам, да докторам, да отрядам разным Не до победы Сорок восемь часов уже на ногах Они ораненым и конца нет Образовалась непрерывная цепь Подвозят раненых к оснащенным палаткам Перед вокзалом земского отряда князя Львова Там их перевязывают, кормят и поят С другой стороны сквера Около вокзала уже выносят носилки С ранеными на вокзал И кладут рядами Оттуда укладывают их В то и дело подходящие поезда Многих раненых привозят Поездом с южной позиции Никогда, может быть, не было боя В таких благоприятных условиях По подвозке снарядов и раненых Прямо поездом Вдоль заднего забора отряда Лежат рядами, близко друг к другу Прижавшись еще множество тел А эти под дождем? Этим уже ничего не надо Я заглядываю в лицо ближайшему Белой марлей укутана голова Как каской с забралом Из нее глядит на меня суровое В своем покое лицо С закрытыми глазами Красивое, с тонкими Но мужественными чертами Лицо с густыми усами А из раскрытых окон буфета Несется громкое «Ура!» В честь сегодняшней победы Там, в грязной зале Яблоку упасть негде И уже все съедено за буфетом Но водка, ром и вино Еще остались Масса впечатлений в голове Мокрая насквозь платье Усталость Все это вместе Как-то парализует волю И слоняешься, не зная Куда приткнуться На что смотреть На чем остановиться глазам Перебрусишься несколькими словами С обстречными знакомыми И идешь дальше Жалко, что я не могу Увидеть теперь Энн Ге Радостный, счастливый Он говорил бы Да, победа, победа Которую так ждали Так заслужили мы Но вместо него Передо мной стоит Плотный полковник В рубахе И его заплывшие глаза Сверкают решительно И злобно Ах, епошки Проклятые макаки Мы вам покажем Теперь, где раки зимуют Макаки Давно не слыхал я этого слова Он, полковник Сам теперь похож на рака И красный, как рак От напряжения Ура! Ура! Раненые лежат рядом И крестятся, слыша о победе Всему пределу И усталый Я тащусь к себе А вы куда? Останавливает меня Аркадий Дмитриевич Спать пора Спать? Ну нет Спать не придется Приказано все поезда Вывести в ночь Из Ляуяна Что? Прикажите поскорее Переносить свои вещи в вагон В чем же дело? Ничего не знаю Только что получено распоряжение Через полчаса Отправляется первый поезд Перестал дождь Вызвездилось Темное небо Осветило и землю И небо луна Высохла давно на мне Одежда Опустил буфет Раненых уже прямо с поля Садят в вагоны Мрачные и унылые Ходят фигуры по платформе Иногда останавливаются И о чем-то тихо говорят Между собою Недоумевающие Недовольные жесты Часам к трём Наш буфет наполняется Это штаб первого корпуса Вот худой Тонкий Барон Штакельберг Он хромает Шрапнель разорвалась В двух шагах от него И легко ранила ногу А вот генерал Мищенко Лицо его довольное Лицо человека Сделавшего свое дело Значит Нас все-таки победили Генерал смеется Никогда еще не было У нас такой победы Как сегодня Сегодня мы уйму накрошили Все овраги Все сопки Усыпаны японскими телами И в три дня Им не управиться Если захотят хоронить А иначе через три дня Здесь будет такая вонь Что и не продохнешь Но в таком случае Почему же мы отступаем Генерал смеется Завтра узнаете Ко мне подходит А.Д. Нет ли у вас уголка Для барона Штакельберга На эту ночь? Я уже переселился в вагон Вся моя комната К его услугам Могу прислать из вагона Постилку, матрац Еще немного Истоустая молва Несет новые вести Курокия перешел У деревни Бенсиху Реку Таидзы Наши Первый сибирский Десятый Семнадцатый И пятый Корпуса Сегодня только выступают И завтра утром Куроки будет окружен И отрезан Сперва его разобьем А затем возвратимся И уничтожим Армию Нодзу И Оку Которые стояли Против Ляояна И против которых Выставлены наши Три корпуса Второй Третий Четвертый Эти корпуса Отступают Сопок Без припасов Если бы японцы А обратно Что там Думали стрелять Пение пуль В турецкую компанию В 1898 году Здесь Пули Хунхузов И теперь Те звуки Были как Жужжание пчелы Резкие Раздражающие Надоедливые Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год